всем доброе утро мы проснулись в алтайском крае сегодня ночевали у деть сережи в доме в частном ваня как тебе спалось но ты решил опять не изменяет традициям на получше спать ваня вообще у него обожаю чтобы ген вот этого вот экстрима не выходил из него он даже дома мне кажется ночует на полу на мягком комнате иногда палатку дома ставлю по-другому никак понимаете какой уже уровень когда этого нужно дойти не представляю доброе утро деть сережа антон это сделаем в тот раз же маленькую серию сделала в этот раз побольше сделаем все ребята приехали я так рад ждал не знаю как антоша как ты нормально с кожи меня пора не видишь от глазами пострелили да в общем проснулись у нас уже десять утра сейчас пьем чай и выезжаем потому что нам нужно к обеду быть в барнауле еще купить колеса страховку и сегодня постараться выехать до казахстана и пройти сегодня границу а то и вообще пересечь и уже быть там давай давай мне тоже 5 давай мимо давай соберись вот так молодец давай я тебя дам 5 я тебе ты руку держи хорошо и вам спасибо за гостеприимство такие вот люди северо гостеприимные и Субтитры сделал DimaTorzok Мы заезжаем к Барнаулу и разлагаемся под Шифутинского Антоша после бани вчерашней Влад там в анабиозе Ваня просто на релаксе Ну а я за рулем Вот такие вот они, алтайские сказки под Шифутинского И погода за окном, сами посмотрите Субтитры сделал DimaTorzok Если вы помните, в предыдущих сериях В Монголии мы разрезали нашу покрышку И сейчас едем без запаски все это время Вот в Барнауле мы нашли колесо Там целых 4 колеса, они бэушные Потому что новых сейчас нету Там по одному очень пройдет В общем, какой-то геморрой с этими колесами По итогу именно этой модели И на этой марке мы нашли колеса Но берем буушку, на запаску ее кидаем И поедем С буушным колесом И вот сейчас едем его выбирать Там их 4 штуки В общем, мы приехали Сейчас я возьму перчаточки Чтобы забрать грязное колесо Здравствуйте Да, здравствуйте И вот по поводу колес Да, хорошо, спасибо В общем, нашли на Авито объявление с колесами И вот сейчас будем их смотреть Как еще у нас какая-то проблема нарисовалась По ходу дела лопнула задняя пружина Задняя правая пружина Потому что машина немножко просела Сейчас позже вам покажу, что в Тойоте Здравствуйте Здравствуйте Сюда Пошли Сидите Тоже любите Тойоту Тойота, самая лучшая машина Однозначно, не ломает Так, где-то, по-моему, в углу Он сказал Порвали колесо Понятно А сейчас проблема с тем, что Конец сезона Нет таких колес И нам говорят Берите полный комплект 4 Я говорю, мне одно нужно Я нигде не могу найти Ну да, доедет еще Да, по итогу на вид Но она на запаску нам нужна Ну понятно Чтоб хоть Выбирай На новые 200 Еще рублей Да, все Спасибо Две Тойоты, да, у вас? Ага Молодцы Теперь у нас есть новое колесо Ну, практически новое Не надоело Не, не, не надоело 8 913 226 482 это все что связано с казахстаном страховка и вообще там что еще страхование в казахстан страхование из казахстана звоните пишите мы пользуемся всегда только страховкой от миши приезжаем в барнаук причем он присылает в любой регион ну да ну просто россии то она видеть главное иметь запас по времени чуть-чуть заранее дней 10 да мы решили пользоваться не почты россия сами приезжаем в барнаул потому что что сюда ехать дней 10 что почта россии не здесь у тебя готова здесь поставить свою подпись на всякий случай вам симочку казахскую сюда по моему должен быть интернет засунешь любой телефон будешь раздавать интернет а как положительный единый через группу контакта зайдешь у меня есть страхование казахстан там будет все расписано как пользоваться именно как сделать миша вообще красавчик по этому поводу интернет мы думали про интернет а вот теперь у нас есть интернет вас там прям очень надо 300 рублей там интернета вот прям на глаза все мы думали как в инстаграме и всегда миша я не знаю где он их берет мне кажется он их сам печатает у него сервисе наклеечка интернет у нас будет ребята это наклеить на границе так что вы не сильно не закапывались не смешно ты вообще крутой нас заезжайте помимо того что миша дал контакты я сейчас вот сейчас будет ссылочка на группу группа вконтакте переходить сюда и там будет вся информация и по поводу симов казахстан и по поводу страхов все мы погнали дальше у нас впереди казахстан но перед этим мы зайдем на шиномонтаж и поменяем наше злосчастное колесо наконец-то будем ехать за паской и впереди у нас казахстан все погнали что колесо оставляем здесь заменили теперь у нас все колесики отлично все едем дальше долматы нам полторы тысячи километров пилить мы будем долго и уверенно меняясь за рулем на этот раз а а сейчас на выезде должны покушать можем смело выезжать сейчас закупим сожжать едем к за 100 таки сегодня плоховато он у нас за старшего в машине остается а мы остановимся в таком месте на выезде нам порекомендовали сказать что хорошее сейчас пойдем поедим шашлычка и слёдочку под шубой здравствуйте можно два шашлыка конечно подожду трейдера из шашлыков вы нам тогда два отложите сейчас покушаем и поберем не здесь поедем сейчас пойдем поедим приборчик надо взять что тут хлеб есть хлеб есть хлеба сказали берите сколько хотите поэтому возьмем вот столько больше брать не будем заказали шашлычок пока его ждем слушаем селёдочку под шубой утопленного в майонезе да и вот как себе вегетарианский набор пюрешечка салатик сахар все что не содержит мясо это тоже в общем-то мясо и только яйца только все есть нет 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 терять что мы обсуждаем что ты ешь яйца что ты ешь там да я не вегетарианец я называюсь пескоторианец как пескоторианец теперь крови мяса как бы все остальное на счет хочу от рыбы отказаться вот я думаю что тоже следующий этап тяжел к рыбку ну вот я пока не знаю есть ли у них сознание он мух выгоняет из салона там так вот и и не ест их у ребят есть свой канал они чего чего делать да просто и либо ездим по горному алтаю отдыхаем снимаем это либо занимаемся различными нехорошими делами в городе на автомобилях в виде езды блоком как называется канал мотодор житей вот этот житей подходить подписывайтесь это наши друзья на друзей нужно подпись друзья друзей наши друзья мы получать планируем на снегоходах в общем есть какие у нас планы раскрою вам маленький секрет думаем на путешествие на снегоходах ребята ездили какая это зимой которая была на снегоходах и вот расскажем в марте на мой день рождения с барнаула доехали до поселка бийка что около телецкого озера там оставили машины с ней ли сели на снегоходы и или девчонок да без девчонок было вот и 100 километров на снегоходах через перевалы по горам по руслам рек ехали до хакасии на теплый ключ это целебный источник давних времен считается много легенд ходит про него соответственно поехали уже весной местами приходилось брать реки в брод то есть разгоняешься газ в пол и не вздумаешь его отпускать иначе можно потерять и снегоход и здоровье в принципе таких ли мы видели очень на самом деле неприятные ситуации там происходят съездили всем что понравилось порыбачили на хариуса полечились в чоплом ключе и потом поехали домой поэтому приезжайте в общем приехали на границу россия казахстана проходит таможенный и пограничный контроль снимать нельзя поэтому после прохождения расскажу как прошли причем как как я говорил снимать на пункте пропуска нельзя мы не на пункте пропуска мы снимаем внутри машины поэтому здесь можно передаю привет любознательному погранцу который задал вопросов больше чем мне учителя в школе за все мое время обучения ты любознательный любитель мумитроли вы пересекли границу тут на границе много народа сейчас единственное что нужно это вырубить съемку потому что казахи вообще очень чепетильный на 100 трасс из-за этого чуть-чуть очень не дрючнули все по камерам видят да поэтому вырубаем в общем казахскую границу мы прошли вообще супер быстро прошли паспортный контроль и у нас не досматривали машину он просто посмотрел на пропуск и нас отпустили если суммировать все время с учетом того что у нас четыре человека но я думаю пять минут максимум 10 минут с момента как мы въехали на территорию пункта пропуске и выехали но у вани случился казус ваня сейчас расскажет про него сам казус под названием пакистан у меня есть пакистанская виза и она очень не понравилась они меня отдельно допрашивали на пиле руки их русские ручок да на наши границы они долго внимательно смотрим и паспорт и в итоге не поставили печать о выезде кстати я надеюсь что этого проблем не будет но совет если у вас есть пакистанская виза лучше взять второй паспорт и ехать по другому паспорту потому что постоянно вопросы возникают что я делал в пакистане ну что я делал в пакистане ездят к бабушке вот такая версия за пирожками пакистанскими вот так что такие вот дела да и выход из положения пересекать россию границу россии и казахстана по внутрироссийскому паспорту никаких не печати геморрой следующий пункт нашей остановки это город алматы дал маты нам сейчас я вас просто удивлю друзья дал маты на тысяча двести пятьдесят мать его километров по казахским дорогам с казахскими мракобесами гаишников им отдельный привет друзья надеюсь вы нас в этот раз не увидите и мы вас тоже будем видеть только в стороне но этот путь мы хотим проехать за сутки то есть будем ехать и день и ночи надеемся что завтра к вечеру мы уже будем в алмате в алмате мы встречаемся с джонни никнейм такой у него в инстаграме он нам расскажет об интересных маршрутах чувак реально заморачивается путешествует на своем подготовленном внедорожнике тойота по казахстану и киргизии вдоль и поперек поэтому мы узнаем интересные места и поедем в эти интересные места и самое главное то как до них добраться вот примерно такой у нас план на ближайшее время и мы в общем едем дальше цели какая у меня классная розовая подушка и таком с комфортом ехать сутки машине всем доброе утро у нас на дворе по моему 7 час мы пилили мы пилили и немножко охерели пусть не складно за то правда в общем ехали сладо менялись менялись и поняли что все мы спеклись надо спать дороге это делать супер неудобно поэтому заехали в какой-то небольшой городок я к сожалению не брал с собой камеры мы заезжали в гостинице я просто такого по русски говоря спасибо по русски говоря извините за выражение трындеца вообще не видел это просто одежник не уверен что такое где-то было советском союзе прям остаток советского союза посмотрите мы какой номер с ним снимать это люкс вообще самый крутой который тут есть и очень плохие на лучше втором здравствуйте еще паспорт надо оставить оставили российские загранник забрали собой все можно верху неба примерно такое же как и все посмотрите люкс и люкс тоже себя спит смотрите самая лакшери комнате не сейчас расстелимся утоки здесь смотреть просто тут можно свадьбу устраивать холодильник там стаканчики шмаканчики у нас тут вообще просто две тысячи рублей стоит вот это вот все лакшери лухари лухари по-казахски ладно все ребят надо ложиться спать потому что на самом деле надо поспать быть уже не до 9 после 9 полтора часа я думаю что до 12 Субтитры сделал DimaTorzok